Всем доброго дня! Давно я для вас ничего не снимал, но в этот раз я решил поделиться своим рецептом. Это мой авторский рецепт, я такого нигде не видел, ни у кого не слямзил. Как я уже заметил, вам зашло мое видео про фентхель. И на основе этого видео я решил сделать еще одно видео про фентхель. Некоторые утверждают, что шеф-повара не делятся своими рецептами и за это нужно платить и посещать какие-то там курсы. Но это бред сивой кобылы. У меня вы можете все посмотреть бесплатно. Рецепт этот я ранее не готовил и поэтому делаю его сегодня впервые сразу из-под ножа. Если что-то будет не получаться, я сориентируюсь на месте. Значит для этой закуски нам понадобится один фентхель. Вы можете взять намного больше, это ваше личное решение. Я возьму один. Фентхель я помыл, обрезал корешок, разделяю его пополам, поперек. Сердцевинку оставляю и нарезаю вот на такие фрагменты наискосок, чтобы немного кочерыжки оставалось. Чтобы просто у нас весь овощ не развалился. Все, готово. Я уже заранее подготовил бульон, в котором буду отваривать фентхель. Для этого я взял 500 миллилитров ананасового сока, добавил 20 грамм соли, пол чайной ложки красителя. Можете прекрасно подкрасить куркумой. Почему я рекомендую подкрасить? Ну потому что фентхель сам по себе, пока его отваришь, он будет немножко бледноватенький. А мне хочется все-таки показать его во всей красе. Так сказать, внесу элемент красок. И добавлю буквально пол лимона. Вообще три компонента, которые здесь присутствуют. Соль, сахар и кислота. Это уже успех, что блюдо у вас получится вкусным. Единственное, конечно, что нужны правильные пропорции подобрать. Бульон готов, я отправляю его на плиту. Бульон закипел, и я отправляю в него фентхель. И варю его до готовности, примерно 10-12 минут. Фентхель должен хорошо приготовиться, иначе он будет просто волокнистый. Поэтому пробуйте его. В дальнейшем мы его будем еще запекать, но это не поможет стать ему мягким, а только лишь частично, на случай, если вы не доварите. Можно накрыть крышкой. Мой фентхель варился 14 минут. Распределяю по доске бекон, консервированный ананас. Вы можете взять свежий, если хотите. Так как я делаю из-под ножа, желательно, конечно, было бы взять ананас в кольцах, а не такой. Ну, что есть, то есть. Это не обязательно должен быть бекон. Если кто-то не ест свинину, вы можете взять пастрами, как вариант. Аккуратно заворачиваем. Все то, что я буду в дальнейшем разогревать, я разрешаю себе делать это без перчаток. Подготовленный фентхель отправляю на противень, выставленный пекарской бумагой. Не пергаментной, а именно пекарской, потому что к пергаментной может прилипать. Дуковку я предварительно разогрел. Температура 210 градусов, вверх-вниз примерно 6-7 минут. По истечении 12-7 минут мой фентхель готов. Ну и давайте теперь сделаем подачу. В качестве гарнитура мы также возьмем наш консервированный ананас. К фентхелю, приготовленным таким способом, прекрасно подойдет соус Наршарап. Вы можете его купить в любом турецком магазине, или в том магазине, в котором он имеется. Или приготовить его сами, из гранатового сока. На этом все. Попробуйте повторить.